Вот с одного стакана пили, никто не болел. Автомат с газированной водой, умывальник Мойдадыр, купюры и утварь из прошлого, советская эпоха. Под одной крышей уживается с Демидовской. На месте имени Казанского божьего монастыря в городе Барнауле 1800-е годы конец. Приземленных работах нашли, ну, отшлифовали ее, хотели продать. Ну, охранник, он как бы знает меня и мою деятельность, в них забрал и переправил на нее. Сергей Ганжа, идейный вдохновитель, основатель музея, рассказывает, коллекционировать предметы начал 15 лет назад. Первым экспонатом в его многотысячной армии предметов стал крошечный значок. Пионерский значок 47-го года. Начал собирать. Вот это пионерия, ну, их вообще много, там даже до Сочи. С каждым годом экспонатов только прибавляется. Кто-то дарит, что-то обменивает и выкупает за собственные деньги. Есть в музее Сергея комната боевой славы, посвященная военной тематике. Труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому выставочному залу коллекционер учит детей истории. Вот это вот экспонат из-под Ржева. В 2015 году я ездил туда, там мой дед погиб под Ржевом. Дети маленькие спрашивают, поменьше. А что чаще всего? Ну, чаще спрашивают, а мой дед баба есть? Я говорю, ну, с чите. Это я вот собирал фотографии тружеников тыла и ветеранов. В планах у Сергея коллекционировать не только вещи, но и самих коллекционеров. Его мечта – подыскать подходящее помещение, где смогут представить свои экспонаты сразу 5-10 коллекционеров. Кстати, музей Сергея Ивановича не ограничивается четырьмя стенами. Вся территория возле тоже музей. Только под открытым небом все уличные экспонаты, к слову, своими руками сделал сам коллекционер. Вот Санчо Панчо, Дон Кихот Ломанческий охраняют покой нашего музея. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.